всем привет друзья с вами снова александр и сегодня я хочу вам рассказать об интересном кресле от компании докал это корейская компания моделька называется у нас дэйли и эта моделька интересна тем что она с изофиксом здесь похоже на американскую систему изофиксы в инфлой из такой бренд очень похожие кресла в принципе в целом на эту модель и у них тоже вот что-то подобное использована системе изофикс эта система очень удобно я вам чуть позже не пока и они расскажу и покажу как и его устанавливать и двух словах немножечко вообще в целом о бренде корее расскажу свое мнение чтобы понимали о чем я буду рассказывать вообще эти корейцы умудрились каким-то образом сделать кресло которые по всем материалам которые использованы по технологиям которые они используют здесь есть даже уровень который показывает насколько все вот правильно выставить и они используют очень премиальные и дорогие материалы в обивке кресла такие вот материалы всегда используется в топовых решениях в тех же немцах, это будет вот такой материал, только в самых-самых дорогих сериях за кучу денег, здесь же у нас ссылка внизу в описании на это кресло я добавлю посмотрите, вы получаете по сути премиальный продукт за очень разумный прайс здесь использовано все современное по безопасности, оно тоже хорошее все современные системы безопасности использованы, в общем все классно, европейскую сертификацию она имеет тоже поэтому ребенка доверять можно и за минимум денег возить его в супер дорогих материалах, это круто это кресло в категории 0,1,2 оно с рождения у нас до 125 приблизительно сантиметров роста ребенка это 6 лет приблизительно здесь все условно, все приблизительно вот как-то так, дети по-разному растут поэтому мы отталкиваемся от таких общепринятых стандартов напомню, группа 0 что у нас здесь для ребенка новорожденного, здесь использованы вкладыши которые вот трогаешь и думаешь как вот в эти деньги можно добавить такой материал, это вот как-то ненормально даже, они умудрились добавить сюда очень крутые качественные материалы все дышащее, все натуральное все органическое и вот, я не знаю докопаться до ткани здесь очень сложно и причем анатомические вкладыши очень правильные мы очень много таких кресел продали очень много довольных родителей естественно, все нормально анатомические вкладыши тоже очень правильные здесь видите, для новорожденного ребенка есть, вот здесь видите специальная губочка такая ее можно вытащить, простернуть все это дело это для новорожденного ребенка чтобы спинка у него была более-менее выпрямлена а не сидел он согнутый это у нас подголовничек Головничек, он тоже снимается, естественно. И у нас образуется куча просто места для ребенка. Также у нас здесь, после того, как вы вытащите вот этот вкладыш для новорожденного, у нас остается вот этот вкладыш. На самом деле, его можно до победного конца оставить. Он очень приятный. Летом вообще будет суперски его использовать. Плюс он делает кресло еще чуть-чуть помягче. Поэтому вкладыш до победного используем. Если уж совсем прям мешает, и вы хотите освободить еще пространство, мы его вынимаем. И у нас тут просто вагон места. И посмотрите, здесь дальше, снизу используются дышащие материалы. Поэтому летом, даже если вы все отсюда снимете, будет ребенку очень хорошо. Все дышит, все вентилируется. В общем, подход здесь реально продуманно. Все круто сделано. Так, вкладыш я этот уберу. Он, в принципе, уже не нужен нам. Этот тоже подголовник, наверное, до 9 месяцев. Пока против хода мы используем. Потом просто демонтируем его. Ну, я сейчас его не буду отвязывать. Там сзади он привязан. Вот, собственно, понятно все. Пятиточные ремни у нас используются до 100 см. Потом они вынимаются, и в ход уже идет взрослый автомобильный ремень. Здесь у нас сбоку есть прорези для ремня. И ребенок получается у нас уже не пятиточечными после 100 см, а трехточечным автомобильным ремнем пристегивается. В общем, смотрите. Давайте сразу покажу, раз заговорил об этом. В принципе, все стандартно. Вот все вот так пристегнули. Все, вот так это выглядит в автомобиле. Вот у нас ребенок. Вот здесь у нас ремень как надо. Вот этот выступ у нас есть как направляющий для ремня. В общем, все продумано очень неплохо. Так, смотрите. Что касается крепления этого кресла, здесь есть все возможные варианты крепления. Вы можете его установить как с помощью изофикса. Этот изофикс, видите, на ремнях. Если вы против хода ставить, он просто ставится вот так. Если вы по ходу, он просто ставится туда. Его просто сами как надо переставлять, и все. Не нужно разбирать, куда-то что-то пересовывать. Вот суперкруто придумано. Но также здесь есть система натяжения ремня. Вы можете даже обычным ремнем постановить. Если вдруг вы захотите поставить его спереди, абсолютно не проблема. Так, ладно, смотрите. Еще что здесь есть. Здесь нет упора в пол, здесь есть якорный ремень. Якорный ремень, он нужен для того, чтобы вы... Даже если вы против хода ставите ребенок новорожденный, видите, здесь огромный запас ремня. Вот этот крючок, он у нас крепится здесь сзади за подголовником. Он держит верхнюю точку. А изофикс крепления держит нижнюю точку кресла. Поэтому по креплению здесь все максимум как нужно. Никаких, но компромиссов здесь нет. Все по самому лучшему стандарту сделано. Поэтому якорный ремень не забываем обязательно использовать. В случае, если вы пользуетесь изофиксом. Если вы не изофиксом крепите, ремень проходит здесь направляющих. И это альтернатива ремню. Он крепит его и сверху, и снизу. Давайте посмотрим. Сейчас вот я на изофикс закреплю. Все. И здесь есть на ремнях вот такие вот дополнительные ремешки, за которые мы просто потом подтягиваем. И тем самым прижимаем кресло. Плюс ко всему у нас якорный ремень не забываем прокинуть туда. И крепит кресло и сверху, и снизу прижато. Не забываем, что нам в ноль категории нужно лежать. Соответственно, вот так это все будет выглядеть уже с якорным ремнем. Я сейчас его не одеваю, потому что смысла нет. Вы там это не увидите. Вот он натянут вот здесь вот через подголовник. И все прекрасно держит. Он сверху ребенка. Он никак ему не мешает, если у вас такой вдруг вопрос возник. Вот. Когда ребенок вырастает, мы разворачиваем его. Остегнем сейчас. И вот все. Изофикс у нас перебазируется на обратную сторону. Уже вот так лежать нельзя. Здесь сбоку, обратите внимание, синяя зона и красная зона. Синяя зона это только против хода движения мы едем. Красная зона по ходу движения. В синюю зону нельзя ни в коем случае опускать, когда мы едем по ходу. Потому что оно становится неправильно. Это небезопасно. Ни в коем случае так не делайте. Поэтому вот максимум наклон, который у нас получится достичь в категории 1, это вот такой. Но я вам сейчас его покажу. Это очень достойный результат на самом деле. Все так же натягиваем. Якорный ремень там затянули. Все нормально. Можно даже еще в категории... Это посильнее. В категории 1, пока мы пользуемся ремнями пятиточечными, дублировать это еще крепление штатным ремнем. То, что я вам показывал. И здесь вот получится... Оно просто как будто приварено к сиденью. Вот. Так что вот когда в этой модели появился EZFIX, и оно стоит сколько вот... Оно сейчас стоит, пройдите по ссылке в описании, посмотрите. Это кресло превратилось в какое-то уникальное предложение на рынке в категории 0, 1, 2. С такими возможностями, с таким уровнем безопасности, с такими тканями. На рынке просто в принципе особо никого и не... Я не знаю за эти деньги вот такого качества кресла. Поэтому я его очень рекомендую. Обратите на него внимание, если у вас родился ребеночек, и вы ищите что-то не отдельной категории, а именно вот что-то более-менее универсальное. Чтобы против хода, чтобы лежало и ткани, и дышало, и немного заплатить. Это вот, по-моему, супер прикольное предложение. Напоминаю, ссылка внизу есть. Если вам в обзоре оно понравилось, проходите, заказывайте. Вдруг у вас есть сомнения, вы какое-то кресло еще хотите посмотреть вместе с этим, не приезжая в магазин, вы можете заказать два. Вам в мире автокресел привезут домой. Два. И вы выберете, какой-то оставите, другой курьеру везет. Вот такая есть интересная опция. На выбор. Поэтому пользуйтесь. Обязательно. Вот. По большому счету, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Как по мне, это топчик просто за свои деньги. Рекомендую. Прямо обязательно к рассмотрению, к приобретению. Вот. Если обзор вам был полезен, интересен, ставьте, пожалуйста, свой жирнющий царский лайк. Подписывайтесь на канал. Очень помогает это развитию канала. Вам это ничего не стоит. А для развития канала это огромный плюс. Поэтому выбор, как всегда, за вами. Вот. Я хочу лишь пожелать вам удачи на дорогах. Всего доброго. Пока.